Так жители сел Ай-Абылай и Ай-Ганым встретили приехавшего к ним специалиста района Вакимата. В двух населенных пунктах свыше тысячи дворов. Села появились на карте 15 лет назад, но здесь до сих пор нет ни питьевой воды, ни дорог. Вообще выделили полмиллиарда тенге. Это так народ обманывают или издевают над ним? Если не можете работать, идите в Акимат и скажите, потому что из-за этого водопровода люди утопают в грязи. Если не верите, надо вам пройти от того поворота пешком. Тогда бы увидели. На претензии жителей попытался ответить представитель компании, который укладывает водопровод четвертый год. До конца апреля мы подключим к воде села Ярки и Ай-Ганым. Еще одна проблема, заявляют сельчане. Отсутствие школы. Около тысячи учеников ходят на уроки в соседнее село. Каждый день грязь. Каждый день отправляем детей в школу по грязи. У меня трое детей. Стирать их одежду каждый день трудно. Трудно менять им обувь. Например, уже четыре пары поменяли. В школе говорят, чтобы они ходили в чистой одежде. Как им ходить чистыми? Представитель сельского Акимата обещает жителям, что школы будет. Но не в ближайшее время. Земельный участок есть. Он готов. Сейчас проходит экспертиза. Этим занимается отдел строительства. Если проект будет готов, во втором полугодии должны выделить финансирование. Жители заявили, что устали ждать помощи от местных властей. И написали письмо в Акимат Алматинской области. На дворе весна, пойдут дожди, а сельчанам вновь придется месить грязь под ногами. Субтитры создавал DimaTorzok